Друзья, здравствуйте! Займемся сегодня пересадкой котлеи. Будем сегодня пересаживать в разные субстраты, в кору, в мох, в кокосовые чипсы, все зависит, кто в чем растет. Я взяла вот такую котлейку, это котлеи у нас муси, уже все приросло. Маш, подай, пожалуйста, ножик. У нас такая котлейка, надо бирочку обновить. Она посажена в смеси камушков и коры. Сейчас этого глиняного горшка, она слишком переросла, корни активные, надо ее посаживать в такой горшочек. Горшок глубоковатый. Ну, вот примерно где-то вот так. Ну, теперь, наверное, аккуратненько. Сейчас мы возьмем, обрызгаем ее. Вот так вот мой горшочек хорошо промочим, чтобы с него стекало. Она прошла наши 5 минут. Теперь мы пытаемся это все аккуратно оторвать от горшка. Движениями со стороны в сторону пытаемся потихоньку отделить от горшочка. Ну, не получается. Поэтому берем аккуратно ножичек и начинаем подрезать по боку горшок. По-любому корню немножко повредим. Ну, что делать? Пересаживать нужно. Не хочет. Вот у меня получилось ее отодрать. Вот такой кол корней. Оставляем в горшочек. Берем наш горшок, куда мы насыпали камушков. И в таком подвесном состоянии мне придется немножко прикопать по эти корни. Смотрю, ко мне я много наложила. Надо убрать. Вот, куда у нас получилось глубокая корня. Вот, где-то вот так. И использую те же камни, потому что кора ничего не струхла. Все замечательно. То, что от того горшочка осталось. И я добавила коры с камушками. Досыпаю ее. Она уже легко стынет. Пододвинул подальше, потому как она будет расти вот в эту сторону. Грубо говоря, просто ее перевалочкой пересаживаем в другой горшок. Кору я использую крупную. Архиату наполовину, как бы не половину, наверное, на 30% камушков. Пемзой. Просто аккуратненько присыпаю. Кора Архиата, фракция 18-25. Это самая крупная фракция. Дальше, если нужна крупнее, я просто режу большую куски коры. Вот, собственно, мы ее пересадили. Времени у нас это заняло буквально полминуты. Больше времени было отковырять ее от горшка. Я ее сажу специально, чтобы резома была выше. Она идет лесенкой, но по-другому никак, чтобы не было подгнивания резома. Ставим дырочку. Вот наша пересадка котлеи окончена. Возьмем, эту отставим, возьмем котлейку другую. Есть у меня такая старенькая. Она посажена в кокосовые чипсы. Здесь ее легче отковырять от пластикового горшка. Она только в кокосовый чипс, она посажена в кокосовое волокно. Отдирать я тоже ничего не буду. Здесь я возьму плошечный горшочек. Так как он и так неглубокий достаточно, к котлее просто помещается. Я размещаю ее больше к краю, чтобы было куда ей расти. Также, а так как она кокосовая чипс, здесь посажена и волокно, я их и буду использовать. В этот раз есть чипсы, которые промыты и высушены. Потихонечку. Можно добавить больших кусков коры, камушков, чтобы не было загниваний, пока горшок не маленький. И, по-моему, уже получится смесь субстратов. И сверху присыплем немножко чипса. В них очень много трухи, поэтому просто именно куски кокоса. Вот такая вот смесь у нас получилась. Заранее не мешали, посадили то, что есть. Грубо говоря, мы ее пересадили. Быстро надо закрепить все палочкой, чтобы оно не шаталось, потому что корни новые идут, когда у котлеи нету движения. Со временем палочки можно будет убрать, когда она шататься не будет. Вот такая пересадка. Еще у нас будет пересадка котлеи. Она у меня полгода вырастила рот в старом горшке. Горшок, как видите, мух. Здесь есть живые корни. Не хочу я расковыривать этот ком. Я возьму просто перевалочкой, пересажу его в пластиковую горшку. Горшочек я возьму на сантиметр по каждому краю больше. Ну и так же пересаживаем паленопсисы во мхе, так же и котлеи во мхе. Тоже подвигая к тому краю, где старые тугеры. Ну и пустоты закладываем. Так как она по разные стороны идет, я тоже палочку поставлю. Потом я ее подвяжу, чтобы она так солдатиком стояла. Вот, собственно, мы ее и пересадили, не меняя субстрат. А в этот же она будет чувствовать себя замечательно. Скоро от этого ростика пойдут новые корешки. У котлеи корни идут только от нового роста. Поэтому мы ее присадили вовремя. И хочу показать еще одну котлейку. Эта котлея была очень крупная. Но из-за того, что я решила поменять субстрат, ну, бывает и у меня такое. Она высохла полностью. Корнея она не дает, хотя было очень жирное растение. Я ее пыталась перевести в кору. Корни все сбросила. И я ее опять попыталась поставить на мох. Может быть, отсюда как бы есть кое-какие зеленые корни. Подожду весны, может, как-то удастся ее спасти. Поэтому менять субстрат не советую. Просто потеряете растение. Либо оно будет очень-очень долго болеть. Пересадим еще одну котлейку. Мы возьмем вот такую. Лишь бы она не упала. Потому что это огромнейшее растение уже. Вот оно вот так выглядит. Вот здесь вот в чехле, в чехле уже чехол даже разорванный. Можно увидеть. Бутоны идут. Так как растение матерое, мы его можем пересадить. Тут не только бутоны, тут еще и новый рост идет. Даже нестандартно она растет. Возьму тоже глиняный горшок. Здесь она сидит в сетке, а в сетке мох. Сетку даже вырезать не хочу, но достаточно пористая. Поэтому возьмем и посадим с ним. На дно накидаем немножко камушков. Поставим красавицу, но у меня камушки уже крупные. Ставим ее в краю горшка. И все остальное, так как она во мхе, закладываем мхом. Но не трамбую, а просто пушистеньким мхом закладываем. Она очень тяжелая, мне несколько раз падала, поэтому я выбрала глиняный горшок. Горшок достаточно большой. Когда вырастет еще пару ростов, мы ее отрежем. Вот так ее посаживаем. Сильно не трамбую. Чтобы буквально настояло. Поливать я ее буду по краю горшка, потому что горшок достаточно большой. не надо, чтобы была лишняя влага там. Ей будет достаточно хватать. Ну вот мы и пересадили еще одного слоника. Высота у него где-то 70 сантиметров. Подставим сейчас палочку под руку, потому что он будет свистеть. И желательно, чтобы он не шатался. Вот такая у нас красота получилась. Сейчас мох влажный, я пока поливать не буду. Спасибо за просмотр. Надеюсь, информация была.